Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, с вами Бадим, мы продолжаем проходить Абзюрвер. Не играл больше недели, почти две недели не играл, так всё как-то всё неудачно сложилось, и я заболел, вы можете слышать по-моему гнусавому голосу. И жена у меня ногу сломала, и что-то как-то всё это так сплелось в один узелок, что вообще не до компьютерных игр мне было. Но сейчас давайте пробовать вспоминать что да как, куда, зачем и сколько. Помню, что мы с вами пришли в комнату 205, и здесь судя по всему живёт какой-то маньячелла, потому что кожа растянута на сетке, какая-то непонятного рода биомасса, селезёнки, сердца, печени, особенно много печеней здесь в холодильниках у него. И есть такое подозрение, что я сюда пришёл раньше времени, но если бы я пришёл сюда раньше времени, меня сюда не пустили. Правильно? Правильно. Поэтому прошлая серия закончилась на том, как мы входили в компьютер, давайте в него и войдём. Так, это не синхразин случайно? Не синхразин случайно. Давайте вспоминать что, куда, зачем и сколько. Буду первую часть серии подтупливать и вспоминать зачем я вообще здесь что и делаю. Но по порядку. Почта. Эта штука, о которой мы говорили, готова, и не рассказывай мне всю эту ерунду, будет сделана, когда сделана. Или они же растут на деревьях. Не твоя жизнь в опасности. Мои знакомые отзывали с тебя очень высоко, но пока я не впечатлён. Позволь любезно напомнить тебе, что ты получишь деньги лишь в том случае, если будет кому платить тебе. Рэс, спасибо. Доктор, вы не представляете, как я вам благодарна. Честно, если бы не вы, мой мальчик не мог бы ходить сейчас. Не знаю, был ли он вообще жив. Вы сделали доброе дело, моя вечная благодарность. Я велел тебе никогда не писать мне, когда мы закончили наши дела. Я ради бога не использую свой официальный подставый ящик. Я рад, что ты довольна моим продуктом, а теперь сотри это сообщение и больше никогда не контактируй. Прояви уважение, чёрт подери. Да, конечно, простите, я просто немного забылась. Не мочевой пузырь, а печень. Извини, мой косяк. Что значит извини? Речь идёт не о покупке автомобиля. Ты не можешь просто передумать. Какого чёрта? Не достану тебе эту долбанную печень, но ты заплатишь за оба органа. Я сообщу дату. Не парься, чувак, я знаю правила, всё нормально. Ну, уже понятно, что этот чувачок приторговывает на чёрном рынке различного рода элементами человека. Мы же договорились, девчат возьми моя кожа. Я не могу расхаживать в таком виде. Я говорю, что перейду средство до конца месяца. Но трансплантант мне нужен сейчас. От этого зависит моя карьера. Умоляю тебя. BBC. Я хочу, чтобы он был чёрным. Естественно, около 12 дюймов будет нормально. Не знаю насчёт обхвата. Говорят, тоже важно. Как ты думаешь? Про член, что ли, разговор? Это не салат-бар, ты не будешь перебирать. Ты получишь то, что я выращу. И да, обхват важен. Не всё понимаю, чувак, не дёргайся. Просто сделай так, чтобы он наверняка работал. Тамара. Я знаю, ты долго ждала, но придётся подождать ещё немного. У меня возникли некоторые осложнения во время перевозки, и продукт повредился. Я доверялся замене, но ты займёшь какое-то время. Пожалуйста, будь терпелива. Что значит осложнение? Я не понимаю. Ты говоришь, что сердце будет уже у тебя. И что ты теперь делаешь? Пожалуйста, не поступай так со мной, Тамара. Продукт. Получил письмо от нашего общего друга. Слышал о тебе много хорошего. Уговор такой. Мне нужно сердце. Как можно скорее? Я знаю, что твоя текущая цена 15 кусков. Да, это не опечатка. Просто побыстрее добудь сердце. 150 кусков предложил. Ну, понятно. Здесь ничего особо интересного. Здесь жил какой-то доктор, который на чёрном рынке борыжил органами. По крайней мере, не маньяк. Уже хорошо. Можно что-нибудь вести здесь, нет? Так, поисковый запрос. Лечение пролежней. Блин, такой неудобный шрифт. Если вы думаете, что вам некомфортно светит, то у меня так же это светит. Ну, здесь почитать и про пролежь никто не знает. Вслух я это читать точно не буду. Документы отсутствуют. Программа огнём и мечом. Слушай, ну, такое ощущение, что я здесь ничего не сделаю для того, чтобы открыть 206-ю комнату. 205-ю или 206-ю. Не суть важна. Важно то, что... Вы бывали в этом адовом помещении, но отсюда особого никакого результата не вынесли. Вот в чём вопрос. Понимаешь? Ну ладно, мне такое ощущение, что я пришёл сюда рано. Я прошу прощения ещё раз, а мой мусорый голос у меня в гурушку поваливает. Поэтому я боюсь, что сейчас наговорюсь, и мне ещё оно больше заболит. Поэтому я периодически буду попивать чаёк. Не обессудьте, господа. Смотри, а вот это дёргание дверей, которое было, когда мы сюда первый раз попали, оно исчезло. На что это наводит, на какие мысли? Что мы, в принципе, сделали всё правильно, теперь мы можем сюда попасть. Ну, давай пробовать. Так, я напомню, 26-ю комнату мы идём зачем? Так, найти владельца ту салону-то понятно. Шумные соседи, осмотреть квартиру 206. Владелец шумного подвала живёт в квартире, я понял. На котором-то же я мог бы её завести. Хорошо. Ну, это как раз там, в подвале, помните? Это существо, которое нас пугало. В комнате номер 28 в плосковом помещении. Слушай, ну дёргань это исчезли. Понимаешь, в чём прикол? Машинка, иди в жопу. Так, ну есть такие подозрения, что сюда мы уже всё не попадём, да? Может быть, здесь какая-нибудь кнопка, которую нужно нажать, и откроется дверь? Ну ладно, мы сейчас не будем долго мудрствовать лукаво, потому что в этом смысла нет особого. Может быть, я, конечно, что-то выпустил из виду. Я сейчас быстро проверю в компьютере, никаких кнопок нет уже, там программа. Программа только одна. Я не знаю, может быть, есть смысл пройти её все уровни до конца, но честно, у меня на это нет ни времени, ни желания. Ладно, тогда давайте посмотрим ещё в этом крыле что-то ещё интересное. Если мы ничего не найдём... Из того, что привлечёт наше внимание. Вон там что-то есть, смотри. Планшетик. Опа-на, я видел такой знак, знаешь, где я такой знак видел? Там, где мы код должны были ввести. И что с тобой делать? Там цифры периодически появляются. Голопланшет. 069. 069. Вот здесь, смотри. Ой, блядь, да что ж ты птица ебучая? Просто прощение. Ты же уже меня здесь пугала. Фу ты, ёшкин, матрюшки. Одна и та же птица постоянно пугает. Вот здесь. Так, я здесь уже что-то отгадывал. Вернее, взломал. 069 там. Так, ну давай пробовать. 9, 0. Отлично. Не зря планшетик нашёл. Я, конечно, честно думал, медным перебором всё это делать. Всё оказалось намного проще. А сюда я заходил, нет? А сюда никак и не зайдёшь. Ну ладно. Уууу. Ух ты, блин. Что такой длинный коридор-то? Так, а здесь я был? Я не помню просто, честно. Ну ладно. Дорога ведёт к длинному коридору. Давайте хоть туда. Ну хоть какая-то продвижуха. Ну вот здесь какая-то солидная квартира у него была. Такой, оставь надежду всех сюда. Чё-то в тишина за замокло. Это очень сильно напоминает коридор из ПТ. И судя по всему с этим... Этим ребята и вдохновлялись в этом коридоре, да? Так, надо принять синхронизм, потому что я же начинаю видеть эти глюки, они меня раздражали. Ладно, чуете, сердецкое моё. Здесь не всё будет, всё очень хорошо. Новый мир. Рупой подать. Блин, ну это какое-то адовое помещение. I don't like this помещение. Привет. Будь начеку. Ха-ха-ха, вот так у нас теперь с вами дела обстоят, да? Вы меня настораживаете, уроды? Ну да, всё, здравствуй, ПТ. Здравствуй, ПТ. Ядрите тебе налево. Hello? Anyone out there? Ну, прям один в один ПТ. Вот прям один в один ПТ. Сейчас начнутся скримеры, братишки! Сейчас начнётся жопа. Самое главное, что я совершенно не нахожусь в памяти чей-то. Я тут как бы сам по себе. В реальном мире. Знакомый портрет, если честно. Смотрите, он двоякий какой, два лица, да? Но я в живописи не силён. Чем дальше я иду, тем хуже обстановочка. Ой, блядь, скисандалики. Тень, не пугай меня, ядрит твое налево. Страшно же. Блядь, я шаги какие-то слышу. Ну, нахер, как жить. Где такой расслабился? Думаю, я же не в памяти. Проблем быть не должно. А тут такая жопа. Пока просто тупо идём вперёд. Изменения, в принципе, и наблюдаются. Что происходит, скажите, пожалуйста. Ладно, тупо идём вперёд. Ты тоже тут за этом залупленном помещении? Пропал, да, мой друг? Ну ладно, коридор менее страшный. Чем ПТ, по той причине, что здесь меньше деталей. Но уже видно. Что было сейчас только что? Я не понял, но было страшно. Напугали. Так, Гитлер. Комендантский час применяется к каждому. Тут кто-то что-то ложками. Левитирующие предметы. А-а-а. Ой, блядские сандалии. Это страшно. Это страшно. Не страшно. Не пугаться. Это всего лишь побочное действие синхрозина. Синхрозина. Завязываю синхрозином. Слушай, я вообще не должен был в эту комнату попасть. Я сюда попал чисто потому, что я отгадал код. Какого хрена? Классно. Это вторая квартира этого доктора. Судя по всему, он добывает печень и сердца не из умерших людей. Да что же со мной делать, это ироды? Тут еще и стерен начали гнить. Не, ну очевидно, что мне нужно идти вперед. Пшеница проросла. Хорошо, урожай будет. Как говорится, рожка лосица. Чечевица, чечевица. А я назад-то могу пойти? Да, слава богу. Я не знаю, честно, что происходит. Наша задача с вами просто куда-нибудь, на чем-нибудь выйти. Но то, что здесь какой-то будет дикий скример, это стопудово. Куда я, блядь, только что попал? Можно опросить? Что это, чё-то по-деребыло? Для чего вообще нужна эта комната? Если я сейчас могу сделать все то же самое заново, то это неприкольно. Фу, слава богу. Что означает это? Я понимаю, что это отсылка к ПТ. Я это понимаю. Но какого хрена это сейчас все имеет отношение к развивающимся здесь событиям? Так, ну в любом случае, в комнате 206 я ничего не смог сделать. Может быть теперь комната откроется? Так, здесь я был. Смотри. Давай смотреть задачи. Так, осмотреть квартиру 205. Как я же у неё смотрю? Ну, навестил ты её. Найти владельца ту салону. Ладно, у нас есть куда идти. А почему 205? Мне же нужна была квартира 206. Так, давайте сделаем так. Я сейчас ещё более внимательно, спокойно осмотрю комнату. И если что-то мы там найдём, то мы с вами вернёмся. Если не найдём, то вернёмся в любом случае, но уже без результата. О, ещё дверь есть. А вот кнопочка есть, смотри. Я её сначала и не заметил. Я нажал уже её? Я кнопочку нажал, и что появилось? Что-то в компьютере изменилось? Вот, смотри, что-то есть. Сейф открылся. Отлично. Я что-то его изначально и не видел. Значит, я не зря сюда вернулся. Ну, это я. Мистер Внимательность. Кто самый внимательный человек на свете? Anybody play? Так. Фотографии. Расчленёнки. Всё, как ты любишь, мой дорогой зритель. Всё, как ты любишь. Мне это, правда, ни о чём не дало дополнительного результата. Но, по крайней мере, в журнале об исследовании обновился. Это хорошо. Так, вернуться в подвальное помещение 28. Что же вернуться? А я же оттуда кот не знаю. Или что там? Кот у меня какой-то появился. Цифры есть какие-то, нет? Ага. 7-4-4-1. 7-4-4-1. Ладно, давайте сначала закончим этот квест, а уже потом пойдём к Амиру. Ой, к Амиру говорю. Как его зовут, этого паренька? Назир, Амир. Ну, это поиски Амира, а нужно к владельцу этого помещения прекрасного. Ладно. Хорошо, что догадался, я вернусь. А то бы я сейчас, скорее всего, ушёл бы обратно. Последу тату салона. И сюда бы вряд ли уже вернулся. Так, с этой комнаты закончили. Хорошо, я доволен. Сейчас мы пойдём в комнату 28 в подвале. И этому факту я особо не рад. Честно вам скажу. Так. Если я спущусь здесь, я не потеряюсь. Ладно, мне главное найти главный коридор. Потом разберёмся. Так. Ну что, поговорим сразу с ним, а потом пойдём туда уже. Давай вышли. Что? Он живет здесь? В этом здании? Где? Джек... Каранс. Апартамент. 210. Второй площадь. Спасибо. Не выживайся твои шарики. Нужно... выйти. Мы будем. Так, ну я только что был на втором этаже. Могу бить сразу двух зайцев одним выстрелом. Одним камнем, если вспоминать Long Dark. Джек Каранс, человек, которого еще живет в квартире 10. Нужно навестить его. По-моему, я был здесь в 10-й квартире, но как минимум не мог в нее попасть. Но, видимо, скрип не запустился, и поэтому я не мог в нее попасть. Но мы сначала закончим это адовое подвальное задание. Так, если я память не изменяю, то мы сюда. Единственное, что плохо, это то, что я уже подзабыл, как устроен подвал там. И если мне придется убегать, я хрену сдул убегу. Мы будем надеяться, что меня спасет величайший бог рандома. Как туда дойти, я примерно помню. 7441 код. 29... Ужасные звуки. Ну, вы хотели туда попасть? Вы туда и попадете. Сейчас, по-моему, какая-то жопа будет в барде. Какая-то будет жопа. Осмотреть подвальное помещение. Говно, вопрос. 7441. Вы готовы увидеть, что там? Что у тебя все время журнал обновлен? Перезагрузить устройство или выключить систему поддержки жизненных функций? Я еще не зашел, ты мне уже какое-то задание дал. О, я пришел так пришел. Ой, тут какая-то жесть. Ну, давай по порядку. Давай по порядку. Отсюда я зашел. Что привлекает наше с вами внимание безерверское? Ничего, холодильник можно открыть? Можно, но там особо ничего не валяется. Ну, кроме вот этих наклеек. Сразу бросается Lires of Fear. Что за Medium? Я такую игру не знаю. Как-то связано с разработчиками Lires of Fear? Игра Medium? Вы мне напишите. Может быть, это будущий проект? Может быть, это такая пасхалочка? Это прошлый проект? Это будущий? И если скоро появится информация по проекту Medium, то говорите. А Бадди уже знал. А Бадди уже знал. Так. Давай осмотреть, торопиться не будем. Ну, ничего интересного. Там такая же биомасса, как в комнате 205. Биологические материалы. Я надеюсь, мне не надо будет в памяти к этому... Я даже не знаю, как это назвать. Кучки шевелящегося говна. Залазить. Может придется. Скорее всего, там будет психоделика дикая. У нас новые свиньи, да? Память к нему точно не хочу. Так. Его никак не просканируешь? Можно. Не человеческий организм. Да. Ну, короче, здесь врач с органами продает. Хороший бизнес. Так. Зеленая или красная кнопка? От чего зависит красная или зеленая? Мне что с этим делать? Давай-ка разберемся. Перезагрузить устройство или выключить систему. Так. Вот это что? Если я reboot, программа садится. Программа садится. Или... Я бы не подключил его. Открыть его. Открыть его. Открыть его. I want to reboot simulation. No. I want to restart simulation. No. 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 А как отключить его? Вот этой кнопкой? Все, чувак, ты отмучился. Не могу. Прикинь, не могу. А как это сделать? Ну, не дергается. Теперь могу, да? Я думаю, в любом случае это противозаконно. Судя по той переписке этого доктора. Поэтому мы сделали все в рамках правого поля. К нам проблем быть не должно. Ну, понятно. Здесь симуляция и он получается, как будто он пасется, да? Так. Ну, задача же у меня выполнена. Выполнено. Что дальше? Ну, да. Это такой был сайт-квестик у нас, ребята. Честно говоря, я думал, что здесь орёт это лысое существо, которое за мной бегало. А на самом деле здесь всё не так страшно, как хотелось бы. Вернее, как не хотелось бы. Так, ну что, здесь что-то ещё можно найти? Кто как думает? Я что-то дико сомневаюсь. Давайте посмотрим быстро ещё. Может быть синхрозин? Ладно, покойся с миром, дикая свинюшка. Ну, мы этого доктора оставили, как минимум, без заработка. Без очень хорошего заработка. Ладно, теперь наш путь лежит в комнату 210. Пойдём той же дорогой, которую мы сюда приходили, чтобы не потеряться. Но вы мне в комментариях напишите мой выбор. Вы уже одобряете? Всё в рамках правового поля, как говорят высшестоящие станции нашего государства. Всё в рамках правового поля. Наши партнёры, выращивающие человеческие органы. Мы не одобряем такого поведения. Слушай, сюда мог попасть? Как-то можно сюда попасть? Какое-то интересное помещение такое. Включение, что там что-то есть. Со мной кто-то разговаривает. Перейдите, пожалуйста. Я не разговариваю на хэви-метал языке. Смотри, подходишь? Ладно, короче, и херня какая-то. Такое ощущение, что сюда как-то можно попасть. Но я не вижу как. Ладно, хрен с ним. Такой великий сыщик, как я, не будет задерживаться здесь. А я вон там был? Кто знает? Ну, вероятнее всего, был. Да, здесь можно пройти дальше. Да, мы-то ещё роза. Слушай, а что значит эти розы? Мы такую же находили на втором этаже. Это какая-то метка или что? Слушай, это не к добру. Это не к добру. Но я выходить буду той же дорогой. Иначе я сейчас заплутаю. Ладно, я очень надеюсь, что в этот адовый подвал мы больше не вернёмся. Мы здесь закрыли все свинячие вопросы. Теперь можно смело идти в комнату 210. Ну, честно говоря, всё подсказывает на то, что с нами играют. Ладно, комната 210. Пошли. Я был в 205-206, это где-то тоже рядом. Ну, у нас единственная задача, которую нужно постичь. У нас ещё третий этаж не исследован полностью. Но я думаю, мы и там окажемся. Так, 211. Птичка. Так, я уже который раз захожу в этот коридор. Ну, вот же комната 210. Да, я сюда не раз подходил. Там столовая. Ну да, и как только мне сюда надо, сразу открыто стало. Так. Что у нас здесь? Навестить владельца ту салону. Спорим и найдём его мёртвым. А, 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 а. Дверь за собой закрыть, чтобы сзади никто не трахнул. По голове. Что такое началось? Что началось-то? Началось-то? Вроде же по-другому всё было. Эй, у меня не работают никакие функции. Я сломал игру? А, опять психодел, я понял. Я понял. Сегодня у нас с ним отношения прям завязываются. С психоделом-то. Картина упала. Ну, прям отсылка к Лаверсуфир, да? Любят они живопись. Смотри назад. А, мне повзывалась. Стена замуровалась. Ладно, у меня нет этих датчиков различного порядка. Значит, с ними здесь взаимодействовать не надо. Иногда… Меня сейчас тупо будут пугать. Музыка красивая какая. А на картинах-то все люди аугментированные. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та… Та-та-та-та-та-та-та-та-та… Я хочу мелодию эту на телефон. Ту-ту-ту… Уже не хочу. Так, ничего искать я здесь не могу. Значит, могу только взаимодействовать с определенными вещами. Но это определенно отсылка к Лайдсуфир. Определенно. Пасхалочки, пасхалочки в сюжетном задании. Что это мне требуется? Я ничего не могу не включить, не отключить. Может быть, сесть порисовать? Можно я порисую? Так, отсюда идет провод. Меня заперли. Ну, почему у меня такое ощущение, как будто у меня игра сломалась? Сейчас будем разбираться. Непонятно! Надо что-то здесь сделать же. Да? А, вот, все, вижу. Ищем радио RELAX-FM. Что он интересный с тобой сделал? Ищем дальше. Сейчас определенно будет какой-то психодел. Как пить дать? Только как связано эти переходы с реальным миром? Почему я специализирую в агментацию? Я могу с этим как-то взаимодействовать? Я могу с этим как-то взаимодействовать? Честно говоря, особо не хочется, но... О, смотри, покраснела эта гадость. Не к добру. Крутим дальше. Надо весь спектр радиоон посмотреть. Не могу взаимодействовать. Че, блядь, происходит? Ну, это какие-то дерзкие страхи нашего Лазарски. Не совсем понятно, что это и к чему. Ну, давай дальше керебонькать. Продолжение следует... Ты не уйдёшь никого другого! мне не нравится на этом спектре быть если честно как-то у вас все совершенно у вас все как-то непонятно для меня для нормальных людей которые не курят а ношу и не сует себя спайс так загадка выше моего ума если честно как отсюда выбраться я бы тупо все передернул бы и все ну да просто сел бы на диване передернул и спать ли море ничего не происходит что за нахер что за нахер я повторяю что за нахер господи что за больное воображение объясните нормальному человеку слышим образование я не я это кто-то другой отключилась давай обратно включать что нет я хочу посмотреть эту киношку до конца ой музыка красивая и использовал кто напишет где скажет мне будет молодец это же ханна монтана ты на меня не кинешься надо в тебя вставить до сердце вставить тебе сюда так мы с вами сейчас отвлечемся на секунду так возвращаемся очевидно что нужно все я не могу больше ничего сделать до сердца ставить сюда нужно ставить плагин получится у меня не получится дотянется не дотянется я не знаю правильно я делаю ну что то есть такое подозрение что я ее оживлю как франкенштейна она меня убьют что тут происходит там можно свет включить и видно, что паренек был бешеным ученым, связанным со смертью его жены. Он что-то пытался сотворить. И то, что он сотворил, это вот эта штука. Как ее взять? Я как бы пытаюсь, но не получается. Радио пропало. А, вот что-то есть. Надо впиндюрить у него электричество, да? Да будет взрыв! Можно я уже пойду, пожалуйста? Можно я уже, пожалуйста, пойду? Спасибо. Спасибо, у вас. Блять, у вас тут так хорошо и уютно. Но это не мое. Это не мое. Как-то совсем не мое. Господи, что происходит? Здесь было много психоделики. Но там было хотя бы память людей. Отчетка. Ассортимизация. Субтитры создавал DimaTorzok 16 минут? Я потерял его? Я уже встал. Фокусируйся. Попробуй поменять. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сенхоразим в первую очередь. В первую очередь шернуться. Yes, sir. Yes, yes. Так, теперь немножко отдышаться и понять, какого хрена я тут провел без моего контроля. Появился след. Хорошо, след этого киборга-чудовища, за которым мы, судя по всему, и пойдем. Давайте сначала все обыщем. Давайте начнем вот отсюда и дальше. Много следов, но не все нужные, да? Я бы сказал, вообще нормах нету. Здесь ничего не находится. Но след это понятно. Где-нибудь в синхронизме все равно должен валяться сто процентов. Есть смысл искать? Ну блин. Ну, Observer. Такой Лэйр Суфир? Ну, прямо... Он прямо даже не прикрывается тем, что он Лэйр Суфир. Мне кажется... Мне кажется, ребята... Что-то покуривали. Что-то не хочется сканировать. Ну, ладно. Переживем. Ну, очевидно, что здесь жил зажиточный паренек. У него и таблетки особенные были. Вон, синхронизм. Отличная вещь, не зря обыскивал. Так, здесь ничего интересного. Пошли к трупу. По трупам я, конечно, не имею в виду холодильник. Так, давай по порядку. Кровь уже изучена. Изучена. Гомосапиенс. Гомосапионский. Давай теперь все остальное. Протез ноги. Протез глаз. Имплант, через который я подсоединился. Кровь. 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 Провь. Да ты прямо. Шерлок Холмс. Изделие на заказ. Английский дуб. Так, он не сюда смотрел. Вместе со мной. Кровь тоже аномальная. Ладно, что, очевидно, нужно идти по следу. Давай еще быстренько здесь осмотримся. Может, что-то не шутит чем. И когда он подсоединился на меня с удовольствием, где я взял courage, он меня привозил в виду, к секретным вещам. Я встретил кого-то сегодня. Я не могу приветствовать. Я очень приятно встретился в этот hellish место. Я родную мастер, честную мастер, честную мастер, и джинир в этот сфере, шутен в примитиве мастер, это неприятно, имеющийся вероффективность. Я решил, чтобы помогать этому молодому человеку в его сиентив antерапии. Я думаю, он идет на что-то действительно шутку. Фактайр. Короче его же детище его и погубило, как это часто бывает Ну что поделаешь, много трат требуют такие эксперименты психоделичные Так отвлечемся, так возвращаемся, отвлекает постоянно, так вот он ты наш друг, Карнас, владелец тату-салона, к тому же еще и хирург, ну понятно мы там еще в тату-салоне заметили, что он там мутки мутил в одного порядка Так, с ним взаимодействие можно с типом шатом, нет? Судя по всему нет, а вот компьютером можно Так, восстановление лицензии Давайте читать не буду, а то я чувствую, у меня голос уже садится все больше и больше горло убиваю Вот за что он лицензии, да? Лишился Субтитры сделал DimaTorzok Да, доброжелателей у Джека не было, судя по всему Я уверен, штука видна под кожей, чешется очень сильно Ладно, информацию какую-никакую получили Программ нет, документов нет, все Давайте посмотрим, о чем думает наш герой в своем дневнике Этот пожатель снов меня однажды доконает Почему я не помню, как подключился В любом случае, даже если я вернусь в реальный мир, поищу-ка улики в квартире В принципе, чем мы с вами и занимаемся, да? Ладно, в компьютере мы ничего не нашли Пошли дальше по следу Выследить убийцу тоже понятно Но мы здесь еще не все смотрели Ладно, убийца ушел за дверь, что здесь? Еще синхронизм, отлично О, да тут Прям в нем вообще нет особой необходимости, да? Его тут прямо дают Потом догоняют и еще дают Теперь Нужно что-нибудь передвинуть, нет? Странного какая-то Так, все Будем считать, что полегчало Что дальше? Так Выследить убийцу Время борьбы Убийца был ранен Теперь он оставляет за собой след Только не в подвал, пожалуйста Только не в подвал Время борьбы 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 Время борьбы